Я проживу вас! Ходи, 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 ходи! Впервые за время боёв горожан попытались спасти хотя бы часть. У этих людей появился шанс вырваться. Они так и говорят. Мы вырвались. Спустя неделю непрерывных боёв ополченцам удалось обеспечить некое подобие гуманитарного коридора. По крайней мере, ствольная артиллерия украинской армии пожилым кварталом огонь не вела. Или не смогли выйти на улицы. В Горловску, ближайший к Углегорску городу, полченцы просто ходили по подвалам в освобождённой ими части и предлагали прятавшимся там людям спастись. В подвале сидели курение детки и старики по 90 лет. Мы пять суток вразилили в подвале, на коленях стояли вразилии. Как же шума не хватило у такого лунного всей застол переговоров. Ради вот это трёх миллионов. Какие ж материалисты! Посмотри на шахтёров! Посмотри! На чего даю? Не могу. Чтобы остановить ополченцев, украинская армия не стеснялась с тяжёлым вооружением, билыми намётами, реактивными снарядами, гаудицами. Дома, откуда людей выгнали, были превращены в огневые точки. Возвращены в огневые точки. Пятались. Там бомбят в другую сторону дома лежали. У тех, кто покидал Углегорск, в городе не осталось ничего. Практически у всех лишь небольшие сунки с поживками. А до безопасной зоны шли пешком по несколько километров. Стрельки, инвалиды ранены. А ещё несли или вели детей, если те постарше. Шли по улицам города, где в любой момент мог прогреметь взрыв. Ведь безопасность украинская сторона не гарантировала. Каждая пятая семья с детьми и даже старики терпеливо ждали своей очереди на посадку, пропуская тех, кто с маленькими. Сюда выходили даже и те, кто живёт в районах, где ещё держат оборону украинские войска. Бежали, бахали по дороге, их уже. А где вы прятались? Понимали недельных. Сколько погибло и сколько живых ещё осталось, неизвестно никому. Люди говорят лишь о том, что видели своими глазами. Мужчина был ранее, не лежал, не жал. Вот некому было его забрать, пока не упер. На улице друг, но там она вся труба не была. А ещё в городе осталось очень много одиноких стрельков, которым помочь просто некому. Каждая семья, где остались исправные машины, вывозили ещё и соседей, прилепив на стёкла листочки с надписью «Дети». Верят, что, увидев это, военные в них стрелять не будут. Гуманитарный коридор удалось обеспечить лишь на несколько часов, а потом в городе вновь начались бои. Армия ДНР сейчас контролирует большую часть города, но оставлять свои позиции киевские войска не хотят. Углегорска и Дебальцева имеют стратегическое значение. Потеряв их, в полном окружении окажется восьмитысячной.